ну что утро доброе если бодрое проснулись и банулись рубрика more and be like с вами как всегда я алексей джитковский наша программа дорого-богато где мы готовим любые явства на любой вкус цвет и кошелек и на любые предпочтения сегодня у нас будет с вами совершенно потрясающее блюдо за муха видели сегодня у нас будет с вами совершенно потрясающее блюдо как обычно за 15 минут для того чтобы радовать ваших близких домашних кого угодно короче и включая родственников потому что как вы знаете не жалеем и денег только на себя жалеем и на друзей на родственников а это блюдо прям такое бюджетненько и вот и главное быстрое соответственно понадобится с вами перцы нам понадобится с вами хамон или можете взять в принципе бекон как вы уже там сами хотите моцарелла укроп зеленый лук помидоры да и яйцо вот такое блюдо знаете все во всем всего немножко по чуть-чуть блюдо будет как и всегда в двух вариантах более бюджетном и в более дорогом ну а для более дорогого варианта нашего завтрака продукты я заказал как и всегда в к маркете сервис доставки любимых продуктов высокого качества с быстрой и круглосуточной доставкой на любой случай оформить заказ можно даже за город и через мгновение любимые товары уже на вашем дачном столе эко-маркет идеальный спутник любого обеда и наших самых вкусных кулинарных шедевров все подробности и скидка на первый заказ по промокоду дорого-богато уже ждет вас по ссылке в описании перед готовкой мы протестируем с вами моцарелла у нас аж четыре варианта моцарелла претто моцарелла моцарелла атошана вот альбани и каждый день да ну давайте же попробуем скорее все в этой вот водяной жижи берем ножик и а в гальбани была удобная штучка для открывания но она хуёво открывается поэтому правильно сделали что мы разрезали знаете не всегда делают эти вот удобные всякие вот здесь одевайся и которые вообще никогда не работают так как я пальцами хорошо мы будем ловить вилочки наш закадровый голос сказал нам взять вилочку для того чтобы поймать маленький кругляшочек моцареллы сейчас попробуем да что ж такое муха ты видишь ты видишь блять уходи откуда муха так я пробую моцареллу гальбани и и люблю и покупаю постоянно поэтому никакого она для меня вот как прям прям на моцарелла вот поэтому она всегда супер я ее обожаю переходим моцарелла от ашана сыр мини так ну погнали пробовать ашан мини кстати говоря тоже супер единственное более твердое так какая-то горчинка здесь мне кажется что это не понравилось подойдите блин в ашане какая-то легкая горчинка ребят поэтому что-то вот мне не люблю вот я вообще в принципе не особо люблю сыр поэтому для меня вот если какие то есть потусторонние вкусы меня они начинают очень сильно смущать но в целом это хорошо но просто тут горчинка на меня смутила вот может быть он просто просроченный вы проверяли вообще нет не просроченный ладно так моцарелла каждый день она вся одинаково вкуса мне кажется не на одном заводе вообще блин тут тоже какая-то горчинка короче такое ощущение что ашаны каждый день делаются на одном заводе потому что какая-то горчинка вот это вот мне не нравится в общем эта горчинка поэтому мы их не берем точно и последний у нас моцарелла претто боже мой все разлилось боже мой так ну она нормальная но я возьму гальбаню приступаем наконец-таки готовки и берем наш с вами красный перец подходящий сегодня крайне под мои ногти вот просто разрезаем его вот так вот просто достаем оттуда всю вот эту вот шелупонь да так вот деток перца мы убрали деток перца мы убрали и ну и вот это вот вот эту вот штуку ботву вот эту короче тоже убираете хотя можете оставить если вам в пазлу мне можете убрать можете оставить кто как хочет я ее иногда убираю иногда нет все по настроению сегодня просто в пазлу этим заморачиваться ну вот поэтому вы там сами дальше решать просто ставим берем наш вот так вот перец и начинаем туда хаотично совершенно как вы хотите добавлять все ингредиенты берем наш с вами дристагонный зеленый помидорчик до совершенно потрясающего такого цвета кислого вот и начинаем нарезать его мелкими мелкими кубиками ну или если вы не хотите кубиками нарезайте как-то по-другому не знаю мне просто почему-то хочется вот такой вот милипиздрической истории ну и нарезав наши помидоры с вами квадратиками да мы закидываем прям вот так вот туда в наш собственно перец до чик слоем оп 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 подождите мы переделываем мы забыли про хамон сучи жизнь сучи жизнь так берем наш вами хамон нарезали помидоры берем наш вами хамон да он у нас от бренда мясницкий ряд хам испанская рецептура боже мой как все интересно вот и выкладываем хамон прямо внутрь нашего перца да делаем фундамент сейчас я вам покажу слушайте но это не хамон это бекон если честно но ладно так выкладываем вот так вот наш с вами хамон вот такое вот мясное лукошко получилось и добавляем в него сверху прямо по ми до рим чик 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 так вот раз а вот и дальше мы с вами во всю эту красоту и фиере добавляем яйцо разбиваем просто и добавляем прям целиком не переживайте никакого сальмонеллеза у вас не будет если он у вас уже есть когда об этом не узнаете кстати говоря напишите нам в комментарии кто как часто проверяется на глисты вот значит вот так вы вываливаем наше яичко видите какая красота вот такая вот красота у нас получается и дальше мы нарезаем с вами меленько нашу зеленушку да укроп и зеленый лук так чик чик а пока я нарезаю нашу прекрасную свежайшую зелень мы с вами переходим к рубрике вопрос-ответ из моего телеграм-канала жидковские посиделки ссылочку вам оставим подписывайтесь утренние ритуалы которые помогают мне проснуться да у меня куплено таких вот два кругляшка в которых внутри вода не из стекла сложная история вот и я их всегда храню холодильник когда нужно прям быстренько освежиться и вот так вот ими себя нахерачиваю лицо как будто бы немножко поднимается вот классная штука но всегда учтите одну вещь моя бабушка всю жизнь делала такие отвары из кофе из чая и льдом себя прямо с утра протирала это классная практика но врач мне сказал что очень опасная потому что вы можете застудить себе нервы а если вы застудите себе нерв на лице у вас уедет бровь одна в жопу вторая в европу и очень потом долго восстанавливать и электрофорезом и чем там только это не делать поэтому пожалуйста если вы делаете себе льдом обязательно делайте это через полотенце потому что лед это все-таки сильный продукт вот а тогда очень помогает мне кофе сигаретка вот эти штучки и я уже бегу по своим каким-то непонятно опять делам уважать себя как говорится наше тело это храм да вот и я просто не понимаю как можно не уважать себя вы есть только если вы не уважаете себя вас не уважают окружающие потому что вы несете этот вот такой невербальный посыл да к другим людям что я вот такое вот мышиное говно да и соответственно никаких не карьерных ростов никаких каких-то перспективных отношений до с развитием событий их тоже не будет потому что вы ставите себя таким образом что как бы мне это надо но я этого не заслуживает неуважение к себе в дальнейшем ведет что тебе что-то предлагают но ты этого не заслуживаешь почему ты этом не pathol иная что может тебе так кажется да потому что ты не уважаешь себя и из этого из-за всего их куча комплексом куча всей истории нужно понять после себя одна единственная вещь вы есть у себя, да, и вы не проснетесь никогда какой-нибудь принцессой, королевой, да, если вы живете где-то на окраине, на Ачибе, вы делаете сами свою жизнь, поэтому если вы не уважаете себя и находите постоянно в перманентном состоянии в таком, то ничего, никаких ярких, хороших красок у вас не будет, у вас будет лишь депрессивное серое состояние, оно вам надо, оно вам не надо прожить всю эту жизнь, понимаете, вот с этим вот постоянно вот осознанием собственной убогости, поэтому осознание собственной убогости, да, супер, поэтому, друзья, у вас есть только вы и полагаться в этой жизни можно только на себя, поэтому уважать себя нужно всегда, если вы себя не уважаете, вас не уважают окружающие, учтите, да, вы живете в социуме. Бесит радость за других, потому что многие люди склонны к зависти, и когда у кого-то что-то не получается, этот кто-то начинает винить другого человека, у которого что-то получилось, в том, что он в чем-то виноват, потому что люди вообще, в принципе, и по натуре своей, да, по своей психологической составляющей, они всегда в каких-то своих неудачах винят не себя, потому что это самое такое, самое простое, а винят кого-то другого, да, там, на работе не повысили, ну, потому что начальник мудила, а не потому что я просто, да, ну, как бы не заслуживает, этого повышения, не знаю, там, у кого-то что-то хорошо сложилось, ну, потому что просто удачный случай, а не потому что просто человек талантливый, вот, поэтому это совершенно классическая история, классическая ситуация, у меня в жизни такие люди были, я их очень быстро отсеиваю, потому что они своим негативом, да, я всегда вам говорю, если вы общаетесь с людьми богатыми, вы сами станете богатым, потому что мы всегда транслируем на себя то, в каком круге мы находимся, если вы общаетесь с людьми, которые ни к чему не стремятся, вы также не будете ни к чему стремиться, потому что вы находитесь в этом маленьком своем, да, таком комфортном кружке, и, в принципе, где это общенормально. Вот, поэтому в целом это все. Парень сделал предложение в 15 лет это вообще около too much. Слушайте, ну в Российской Федерации, как я помню, с 16 лет можно уже как бы вступать в какие-то половые связи с согласия то ли родителей, то ли ребенка. Нет, по-моему, с кого там согласия? Ну с 16 лет это можно же, да? Да, ну короче, вот с 16 лет там что-то можно, ну подождите до 16 хотя бы. Вот есть такая программа «Беременна в 16». Вот тебе это надо, понимаешь? Вот эти вот вечные их истории. Я ждала Артема со вписки, сидя на скамейке в минус 40, потому что забыла ключи от не нашей квартиры, от коробки. Ну понимаешь, вот это все, это так все рано. Рожать нужно после 25 лет, да? Потому что после 25 у тебя уже закончен институт, более-менее есть возможность как-то подняться в карьере и начать зарабатывать деньги. И более-менее ты встаешь на ноги. Вот эти вот ранние родильни, ну это как бы, если так получается, если все рады, все круто. Но для меня лично, я считаю, что нужно рожать ребенка после 25 лет. Потому что это возраст, когда у тебя встает голова на место, это возраст, когда ты уже стоишь на ногах материально, да, и физически. не нужно ни с кем ничего не соглашаться, ничего, да? И у тебя есть свой какой-то личный, возможно, угол, и ты понимаешь, куда ты хочешь стремиться, и понимаешь, что у тебя уже прошло там 25% жизни. Вот. Поэтому, как бы, ребят, не нужно стремиться стать взрослыми рано. Взрослыми вы успеете побыть. Вы думаете, мне вот эта вот вся хуйня нужна, вот вы мне скажите. Я всегда хотел в 14 лет стать взрослым, иметь собственную машину и просто в хуйни дуть, понимаете? По итогу, что я получаю? Бесконечные какие-то головники, где взять деньги на ту сумку, где взять то, где взять 5-е, 10-е, 15-е, 40-е. И сейчас вспоминаю, как я прекрасно жил со своими родителями, как у Христа за пазухой, понимаете? Я думаю, в принципе, в принципе, в школьные времена мне никогда возвращаться не хотелось. Но вот конкретно в эти времена я бы вернулся, потому что было потрясающе. Тебе покупают все, что ты хочешь, ты ездишь, ты ни о чем не думаешь, да? Вот. Думаешь только о том, чтобы не получить двойку в школе. Ну вот. Канал со своей музыкой я не веду, потому что подобное размещение музыки это нарушение авторских прав. Вот. Возможно, я его начну, но в какой-то другой стези. Вот. На каком-нибудь сервисе или платформе. Пока об этом не думал, но временно его, да, я не веду. Мои любимые цветы, самые банальные, наверное, я люблю пионы. Они такие идиотские, мне они нравятся. Они такие сначала вот такие вот маленькие, потом разрастаются, как-то все так весело, и они долго стоят. И у меня в магазине, в цветочном, в Gilti Flowers, который мой, мы постоянно спрашивают, чей это магазин, я говорю, ребята. Вот. У нас очень часто заказывают пионы, все очень довольны, и у нас их всегда очень много, поэтому если вам в пицце кому-то нужны пионы, то, пожалуйста, обращайтесь, мы вам сделаем в прекрасном, совершенном руке, это не по завышенному, а фонтарской цене. Вот. А мы продолжаем с вами готовку, и посмотрите, какая совершенно предоставшая красота у нас уже получилась. Значит, вот такое вот у нас внизу, на нижней части, у нас кусочки нашего хамона, дробь бекона, затем сверху помидоры, затем сверху яйцо, и зеленушка, и моцарелла. Вы можете сделать это как хотите, но единственное, я вам советую, хамон спрятать внутрь, вот, чтобы он так приятно подгорел, тут была корочка, и все было прекрасно. Вот. Первый у нас с вами готов. И приступаем к нашему второму, разумеется, более дорогому варианту, делаем все совершенно то же самое, и вы спросите меня, как я буду это отличать, отличать я буду по размеру перцев. Вытаскиваем наши вот эти вот неродившиеся перчики, и выкладываем точно так же наш хамон, хамон. Здесь у нас уже хамон, именно хамон, не какой-то бекон, я уже это вижу. Да, он прямо хорошо пахнет, приятный. Да, можно использовать и бекон, можно использовать и хамон, и то, и другое, просто хамон, он классно запекается, потому что в нем меньше жира, и он становится такой корочкой. А бекон корочкой, он не становится, потому что у него есть прожилки жира, и он будет просто такой вот сочный. Я люблю, когда хрустит чуть-чуть. Вот, ну, тут уже на вкус и цвет, как говорится. Выкладываем такой вообще шикарный просто хамон, просто супер. У нас, ну, прям, его надо будет даже, мне кажется, обрезать чуть-чуть. Блядь, опять улетело. Да что ж такое-то? Я не понимаю, это муха, она меня сегодня завела, ты понимаешь? Значит, нарезаем наши помидоры, посмотрите, какие роскошные, совершенно потрясающие помидоры, да? Чудеса в Речете. Для тех, кто не любит мясо, друзья, вы можете бекон не класть, хамон не класть, можете ничего вообще не класть, вот, и, может быть, вы каким-то, добавите туда какие-нибудь кабачки, или что вы больше любите. Просто для меня это такая, знаете, классический формат пиццы или завтрака в стиле Лондон. Вот, поэтому для меня такие вот ингредиенты, а вы как хотите, так и воротите. Я шрыгнул от ужаса. В Испании поставили новый мировой рекорд по стометровке на каблуках. 34-летний Кристиан Роберто Лопес Родригес пробежал дистанцию за 12 секунд, и, кстати, его время всего лишь на 3 секунды, медленнее, чем у легендарного Усейна Полта. Бег на нестандартной обуви, слушайте, я на самом деле не знаю, почему это ставит в какой-то адский, какой-то почет, потому что на каблуках, в принципе, кто умеет ходить, то и бегать там особо не сложно. Вот, нога у тебя в такой форме, что может быстренько стартануть. Вот, да, конечно, не совсем удобно, и можно переломаться, но, опять же, для тех, кто умеет на них ходить, проблемы никакой нет. Это же завересилось видео, где девушки в Италии сорвали сумку, и она побежала за мотоциклистом, и его догнала. Есть такое видео, посмотрите в интернете. Поэтому не знаю, серьезного, вот, поэтому, ну, здорово, круто, интересно, я бы побил этот рекорд. Приглашайте, посмотрим. В Подмосковье приготовили самый большой ролл в России, его ширина составила 1,6 метров, а внутри поместили 174 килограмма риса и 50 килограмм морепродуктов. Я вообще, на самом деле, вот эти вот все истории с огромной едой не очень понимаю. Классно, конечно, эти рекорды Гиннеса, но зачем вот это вот все, господи, 164 килограмма риса, это вот эта вот мудица варить его. Я из всех круп вообще ненавижу варить рис, потому что он такой запарный, знаете, его нужно там вот специально все вот это вот делать, а потом остужать, потому что перескладывать, ну, короче, вот, но в целом классно, что сделали такой огромный ролл. Непонятно просто, как его есть, нужно заливать его тазиком соевого соуса, но, в принципе, я когда заказываю суши, я тоже всегда, знаете, в таз прям окунаю их, мне нравится, чтобы было много. А японцы, кстати говоря, вообще не окунают рис в соевый соус, они снимают сверху рыбу, да, окунают яйвую в соевый соус, кладут сверху на рис васаби, и кладут уже подсоленную соевым соусом рыбу сверху. Безумный какой-то заеб, я так не делаю. Но у меня подруга была в Японии, сказала, что это круто. Ну и стоит заметить, что если раньше мы готовили огромные блины, то сейчас мы готовим совершенно разные кухни, включая и роллы, да, любые вообще, в принципе, японские, итальянские, и так далее, и тому подобное, можем, как я понимаю, приготовить уже без проблем, даже в каком-то масштабном, огромном варианте, поэтому, что могу сказать, друзья, у нас много талантов. Ярославская область, первой в стране и третьей в мире, ввела штраф за плевки в общественных местах. Штрафовать планируют за плевки на улицах, во дворах, на детских площадках и пляжах, а также во время культурно-массовых и спортивных мероприятий. Привлечь могут и за плевок в лифте, в подъезде и на лестничной клетке, а штраф составит полторы тысячи рублей. Если в течение года правонарушение повторится, он вырастет вдвое. Я, на самом деле, не знаю, как они собираются там отслеживать, вот все плевки по ДНК или не по ДНК, хотя в Китае у нас, в Китае, например, да, у них есть рейтинги людей. Если человек переходит на красный свет, его вешают на огромный баннер на целый день, как бы престижая, и по этим рейтингам людей даже берут на работу. Не могу сказать, что эта система мне нравится, она меня немножко пугает, потому что это какая-то, знаете, если бы у меня был рейтинг, мне кажется, он бы был 3 из 5, но и то под вопросом, потому что, да, я такое достаточно... Вот, тем не менее, хорошая инициатива, такой легкий флер австралийский, я бы сказал, потому что в Австралии тоже очень жесткие за все вот это вот штрафы, вот, но за плевок получить полторы тысячи рублей, это, конечно, обидно. Но мы потихонечку, как я чувствую, идем вот этой вот как раз-таки рейтинговой системе. Открываешься, тут административочка, тут уголовочка, тут еще что-то, извините, вы нам не подходите. Вот, не знаю, хорошо это или плохо, пишите в комментах, что вы об этом думаете, хотя бы прокуренные деды будут меньше харкать. Но, тем не менее, ребят, хочу вам сказать еще один нюанс, что я, например, никогда не плевал, ни разу в своей жизни, честно, сейчас не выдумываю, ни разу в жизни не плевал на улице, потому что я не умею вот это вот делать, это вот, я не понимаю, как они это делают, типа там какой-то есть даже мастер-класс через зубы там и так далее. Это для меня какая-то сложная система, я так не делаю, я вообще не плюю. Давайте свои бодлянские все эти истории будем оставлять на кухне дома. У зумеров новое увлечение – творог. Молодые люди активно миксуют его с ягодами и медом, арахисовым маслом и даже печеньем, кто даже запекает его в духовке. Многие растут, конечно же, из тиктока, но популярные кулинарные ролики не единственная причина, а статистика показывает, что зумеры больше других поколений заботятся о своем здоровье, поэтому выбирают еду с высоким содержанием белка. В США продажи творога уже подскочили на 16% за последний год, а на тему нас, не знаю, мне кажется, у нас творог – это вообще такая вот история национальная, да, и у бабушки, и на дачах всегда, я помню, коровы все эти, вот эти все вот эти вот из марли, вот эта вот такая вот эта масса. Я могу сказать, что я, скорее всего, и с детства не люблю всю эту историю, потому что меня, я брезговал вот этим вот всем, вот этим вот фермерским, в виде как вот бабка вот с этими ногтями непокрытыми, вот эта вот все там капошица в этой марли открывает, и там какой-то слиток, она его что-то там вот так делит, но как-то все вот это вот у меня, знаете, вот этой эстетики никакой не вызывало, и до сих пор я у меня никогда дома не найти никаких нетворожных сырков, никаких продуктов, потому что у меня всегда ассоциация вот с этими вот какими-то такими вот, да, неаккуратными ногтями, поэтому мне не нравится творог там я не люблю честно вам скажу сырники могу но только если он будет прям хорошо очень перри блондирован без вот этих вот комков непонятно а так и да у меня все вокруг вся семья не дня без творожка понимаете вот слава богу я не сниму напишите кто кстати говоря любит вот эти все я ну вот а мы продолжаем готовку нашего перца вбиваем в наш ансамбль яйцо сверху посыпаем зеленью и выкладываем моцареллу мы переходим к моцарелле от торгового бренда у на гранде очень хорошая но не дешевая но шикарная совершенно история которая заказывает это маркетинг вот выкладываем точно так же сверху у нас видите немножко с наклоном вот этот второй перчик но ничего страшного ну и относим наши перцы на 200 градусов на 15 минут можете поставить обдув и сверху и снизу но если хотите прям какую-то супер курочку то мне кажется лучше поставить обдув сверху но это дальше уже вам решать пара к у вас духовку потому что духовка бывает хорошие говняная у меня например дома охуительная от смек да но и стоит не дешево вот поэтому как бы на вкус и цвет какая у нас духовку вот это вот работает всем пока пока не схватили 3 пока наш перечный пиздец готов предлагаю вам приступить его дегустации очень горячо искали не трогать а очень что мы переложили и предлагаю сыр тянется это у нас более доступный вариант а это более дорогой давайте приступим к дегустации разрезаем вот так вот я думаю да всем нам интересно посмотреть что к чему у нас получилось хочу заметить что яйцо да яйцо желток не стал каким-то вареным белок сварился а желток нет давайте же пробовать чудесном перец прожарился все прожарилась блин ну понимаете как бы но поскольку мы все-таки снимаем чтобы вам было это все красиво здесь сложно очень разрежьте было прям все видите вот так поэтому сами понимаете дома на тарелке вы будете также все это раздрать вот значит берем составляющей наш с вами кусочек хрустящего хамона он же бекон берем с моцарелла берем помидорку да это супер это прямо это самое характерное у меня была такая ситуация два года назад или три я постоянно же ем яйца у меня либо вареном варианте либо в жареном и мне постоянно становилось плохо знаете ни с того ни сего типа знаю как то жило и дурно у меня была какая-то непереносимость вот эти вот куриных яиц и кто у кого такая же ситуация ты чувствуешь себя сложно здесь они совсем не чувствуется и здесь они налаятся да и они растворяются в блюда поэтому у кого такая же история но те кто хочет сытный завтрак вот это подходит идеально так ну ладно это мы попробовали бекон кстати говоря получился дожаренным и прям хорошим вот как надо такой с хрустинкой можно было бы еще немножко подержать духовке чтоб совсем прям весь это самое но уже получилось корочка нормально сойдет что время терять вся пазлая вот тем не менее давайте теперь разрежем наш второй вариант давайте же пробовать второй наш вариант сыт уже непосредственно таким вот хамон то же самое так же вкусно и так же прелестно ребят на самом деле не обязательно хамон это такая дорогая история да можно взять на самом деле и бекон и не обязательно брать хамон может даже положить на ветчину ничего в этом такого нету если вы например меленько накрошите вашу ветчину то же самое да вот такими вот квадратиками и положите там вместе с помидором это тоже будет прекрасно не обязательно прям брать хамон за миллион миллиардов вот можно взять и бекон вот что этот вариант что этот вариант они оба вкусные вот а дальше уже что вам больше нравится выбирайте по состоянию вашего кошелька надеюсь там нету дырочек а с вами был я алексей житковский и программа дорого-богато ведь жить дорого это конечно без денег можно чувствовать себя богато увидимся пока пока